всем привет я Евгений Матвеев и это мастерская пит-стоп сегодня у нас очень необычный гость на повестке дня это derby gp1 с цепным приводом двигатель у него находится вот здесь хотя есть модификации с этим же двигателем но вот здесь вот по классике здесь целая куча проблем он у нас не заводится но как бы он заводится сразу глохнет то есть нам сейчас надо будет полезть карбюратор попытаться разобраться с электрикой и еще целая куча всего на свете ну вот элементарно даже гайки нету потому что они не смогли найти поехали знакомый до боли гость наш старый добрый delorte только он по-моему здесь 21 насколько мне известно она чем написано 21 карбюратор в общем задача какая мотор льет и еще по какой-то необъяснимой причине здесь так происходит что вот он заводится и сразу же лохнет вообще ничего не невозможно успеть сделать в этом общем то основная проблема двигатель как видите классика то есть он вариаторный но только вот одно различие что на хвостовике у него стоит обычно классическая звезда и все давайте поглядим на этот карбюратор поближе 75 жиклёр и на нем льет говорят что у этого карбюратора очень сильная скажем так погода чувствительность то есть как только начинает холодать он начинает выкобениваться посмотрим для начала просто проревизируем ничего делать не будем здесь у нас ну практически по классике только немножко не по классике три жиклёра по порядку главный холостой и система обогащения система обогащения у нас механическая то сюда закручивается специальный штуцер с тросиком как на любом более-менее уважающим себя спортивном карбюраторе и вы грубо говоря как в жигулях подсос вынули завели двигатель прогрели потом подсос втащили жиклеры а щелкают так они затянуты вопрос нафига для всех одаренных личностей триллионы на нас уже говорю что не надо так делать вот смотрите жиклёр сейчас вам продемонстрирую его если мне удастся раскрутить раскрутить удалось и смотрите что мы здесь видим об видите обломанный шлиц он обломан на закручивание товарищи то есть вы понимаете как кто-то старался тщательно его закрутить вопрос зачем так закручивать жиклеры они и так никуда не денутся это не болты которые держат подвеску никогда так не делаете итак распылитель похож на что-то но не помню на что здесь самое интересное что на распылителе в отличие от большинства карбюраторов нету дополнительных отверстий для дисперсизации топлива то есть он цельный абсолютно абсолютно ничего здесь у у меня маркировочка какая-то 262 а у который мне ни о чем не говорит карбюратор затягивали настолько сильно что в теле остались желтые пятна вот распылителя то есть вот отлично я думаю видно для вас сейчас как вам такое кино больше тут особо выкручивать нечего ну давайте посмотрим какое тут качество стояла так 1 2 2 оборота 2 оборота это в пределах норма уже на единственное что-то какая-то она как будто не отсюда смотрите то есть если посмотреть поближе то она здесь болтается обычно такого быть не должно то есть пружина подбирается по диаметру штока регулировочного винта качество смеси здесь как-то все немножко не складно ну кто знает может быть это все из завода а может быть кто-то потерял пружина может быть ворона короче закручиваем все это на место собираем карбюратор обратном порядке закручиваем что такое почему не идешь пошло до упора и минус 2 оборота так и было то есть всегда во всех случаях рекомендую вам при попытке настроить карбюратор использовать исходные настройки не надо торопиться что-то накрутить в какую-то сторон согласно тому как вам может показаться вы сначала попробуйте как есть после чистки если там был мусор я подозреваю для чего было так сильно затянуто и наверняка сочится потому что на этих карбах это болезнь из-за пластикового поддона он не имеет такую жесткость как металлический бывает слюнявит в между болтовом пространстве но это редко это в случаях с очень затраханными карбюраторами у меня даже такой карбюратор где-то был я ему я его по моему отправил вячеславу чистого там издеваться дальше над ним здесь тоже самое затягиваете ну ну 7 ньютон метров не больше если есть ньютон мимометр это не несущая часть тем более здесь 4 болта это на хонде два болта то есть винта там можно посильнее затягивать для плотности еще одно но по поводу силы затяжки всех узлов в карбюраторе имейте ввиду что карбюратор сделан из силумина там добавлен компонент силициум кремний по моему насколько я знаю что в принципе облегчает литье самого карбюратора литье именно без пор без микротрещин но при этом корпус становится такого скажем так пластилинового характера то есть как бы как бы так даже вырастется корпус становится более пластилиновым то есть если взять какой-нибудь высокопрочный алюминий с которого изготавливаются диски там добавлены другие компоненты чтобы сделать его прочным то вот этот алюминий он пластилиновый и если взять сжать этот карбюратор в тисках он согнется но не лопнет то же самое происходит и с резьбами этими этими во все места которые закручиваются жиклеры то же самое там первую очередь вылетают вот эти резьбы потому что вы закручиваете железо в алюминий и позже вы просто вытащите рано или поздно резьбу из тела карбюратора и будете потом думать что сделать многие начинают колхозе с другой стороны гайку это хорошо когда есть где от в случаях с делорта очень часто болт приходит как раз в винт делортовские карбы идут унифицированы в них с двух сторон есть все вот эти вот узлы то есть можно винт поставить качество справа можно слева это уже как завод изготовителя решить с какой стороны прокрутить то есть как видите здесь болт то есть винт приходит как раз в тело и можно даже увидеть отверстие если сильно пост потрудиться видите отверстие то есть длиннее чтобы зацепиться хоть за пол витка вам сюда ничего не поставить либо вам придется сначала регулировать потом засверливаться портить винт качество и закручивать винт это для всех тех у кого слишком много дури в руках и в голове так что имейте ввиду что пластилиновый карбюратор очень часто выходит из строя если у вас слишком много сил в руках далее продолжаем наше веселье вот так вот выглядит раздетый мопед в передней части у нас здесь надо будет кое-как оптимизировать электрику потому что вот такие вот вещи никогда не приемлемы и я всегда не понимал людей которые делают все на скрутках или на спайках в тех узлах которые потенциально будут сниматься все узлы которые собираются на технике если они подлежат съем рано или поздно они должны иметь разъем штекер понимаете здесь все намертво то есть если вам нужно снять морду вам нужно либо обстригать это все либо вынимать лампы вместе с блоками розжига и прочим 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 радиатор уже поварен это норма потому что мопед у нас не лежак сотый позабиты очень сильно то есть у него уже наверняка там все плохо но благо хотя бы антифриз залит с шлангами охлаждение тоже все плохо у нас здесь использован металлопластик все замято охлаждение должного готов поспорить нету потому что по моему там еще и датчика температуры подробного нету есть датчик просто лампочка где на там вот не на вот лампа если у вас перегрев у вас загорается все это дело и все то есть у вас по моему температура не указывается я не уверен конечно на сто процентов я не могу утверждать потому что у нас приборная доска тоже не работает рама алюминиевая частично частично стоит металлический подрамник то есть вот он у нас наваренные стопора то есть руль выворачивался дальше чем необходимо вот такая вот у нас масса здесь отличная просто кусок провода закручен все это надо облагораживать я вам скажу что самая веселая работа это вот такая вот работа когда после кого-то ты начинаешь выстригать километры колхозных проводов и шлангов в общем сейчас мы будем пытаться навести здесь порядок после наведения беспорядка за много лет эксплуатации этого мопеда и если что-то будет интересное я обязательно вам расскажу об этом первое веселье с электрика этого мопеда вот мы имеем разъем пока еще неизвестного происхождения ну судя так по всему это у нас лентяйка и скорее всего датчик лентяйки мертв поскольку если его соединить то ничего после того как моего рассоединяем как это тут консервным ножом делается или как он работает но очень сильно пропускает почему пропускается это сейчас надо будет выяснять прежде чем найти хоть что-то хоть какую-то систематизацию этом бардаке в этом бардаке первую очередь нужно навести порядок начнем а наведение порядка первую очередь с разбирательств кто куда для чего пошел я имею ввиду провода из генератора нас выходит 6 проводов вот у нас вот такой вот разъем и ну каждый там пошел по своим делам самые главные два из генератора вышедшие приходят вот это вот косу эта коса находится у нас с левой стороны мопеда это у нас красно-белый желто-зеленый и зелено-черные провода они включаются у нас в катушку коммутатор катушка коммутатор классическая для большинства итальяшек такую можно обнаружить на практически всех мопедах таких как джелера раннер джелера дно 50 потом апреле rs50 и прочие и же с ними те которые ездят на хайперах народ оксах там очень часто применяется подобного рода катушка катушка коммутатор достаточно примитивный здесь для всех в общем-то одаренных существ даже есть расцветовка и распиновка то есть здесь у нас написано что такое там куда пошло rosso banco и verde но банка это у нас в данном случае это масса потом rosso это белокрасный у нас от индуктивного датчика и verde green сокращенно идет идет от высоковольтной обмотки и так по порядку 6 проводов два по классике от двух фаз генератора выходят они сначала синий потом какой-то непонятный типа то ли желтый то ли не желтый тут такие цвета не характерно а потом от высоковольтной обмотки выходит одновременно и минус и в общем-то связующий минусовый провод это он такой непонятно то ли розовый то ли бежевый все из-за грязи трудно читаем а по цветам и зеленый который потом у нас в косу уходит как зелено-черный дальше у нас выходит красный фотоиндуктивного датчика и он потом уходит в белокрасный то есть вот сюда вот эта коса вставляется у нас коммутатор и через минус на высоковольтную обмотку глушится то есть в момент когда вы выращиваете ключ выключенное положение у вас замыкается на коротко высоковольтная обмотка генератора вот эта вся система то есть три пина и все идеально работает сейчас мы здесь вот это вот все переобожмем на нормальные провода потому что тут часть из них уже по окислились какая-то часть у нас тут вообще непонятно что то ли скручена то ли спаяна то есть я хочу сделать все нормально по-человечески чтобы сделать по-человечески надо начать с нуля и после того как мы наведем порядок мы уже попытаемся выяснить а в чем же была причина почему двигатель так работает не в попад то есть его заводишь на холостых она еще кое-как работает это пропускает так ты начинаешь газовать и скоро вовсе пропадать часто это обусловлено вот это вот лабудой ну так бывает что они постепенно постепенно умирают то есть она видите как зачастую так бывает что всего два варианта либо работает либо не работает но случаях с этими коммутаторами так случается что он подподыхает и вроде бы искра есть но она то в неправильном месте то она слабая то еще что нибудь это такое случается но не без того поговорим о нюансах этого мопеда то том насколько здесь все интересно организовано и непонятно даже мне первую очередь тут мне абсолютно не понятно почему так сильно покромсана проводка причем совершенно в рандомном порядке в произвольных местах просто вся магистраль перекушена пополам и потом тут же соединена причем у меня если честно доживю то есть такое ощущение что кто-то с проводкой здесь занимался но с моим стилем так скажем то есть все пропаяно все посажено на такую же точно термоусадку точно так же как мотаю я смотаны провода сегмент на для того чтобы сохранить в общем то в общую длину провода чтобы они не смещались при сматывании в жгут то есть все сделано точно так же как делаю обычная но непонятно вот одно то что вот просто проводка взята вот так вот и перерублена и потом обратно соединена здесь тоже самое возле коммутатора перерублена и тоже соединена и так об особенностях реле регулятора которые здесь используются то есть три функции он выполняет реле поворота регулировка света и зарядка весело и занимательно о генераторе генератор у нас здесь стоит двухфазный но электросистема здесь организована очень необычно и очень непривычно для всех тех кто занимается японскими мопедами расскажу вкратце о том как это все выглядит из генератора как я уже говорил выходит 6 проводов из этих 6 проводов это плюс заметьте именно плюс вот вот аккумулятор потом минус классический вход выход одной фазы и выход с другой фазы то что у нас получается 5 проводов да и 6 провод это у нас индуктивный датчик суть одна фаза приходит сразу в реле регулятор и сразу там какую-то свою функцию выполняет я пока еще до конца даже не разобрался это тяжело сделать без мануала а вторая фаза сделана вообще очень любопытно то есть у вас из генератора выходит один хвост он сразу приходит на аккумулятор просто плюсовой клемме аккумулятора и сквозь генератор этот плюс идет вот это вот устройство вообще непонятно для чего почему именно сделано так но что-то они там какие-то свои цели преследовали организовали электросхему так и вот в общем-то индуктивный датчик поскольку у нас полетела полетел коммутатор стандартный я сюда использовал обычный хондовский коммутатор без ограничителя это примитив из примитива китай из китая и исходя из существующих факторов которые здесь имеются в проводке я его адаптировал следующим образом вкратце это выглядит так то есть у нас иди сюда вот у нас вся вот это вот коса вот это вот идет над мотором как я говорил на левую сторону мопеда и реле регулятора у нас ровно по центру возле рулевой колонки крепится снизу следующий момент у нас шло по вот этой вот косе от генератора три провода на коммутатор и два провода на сигнал сейчас идет четыре провода изначально здесь шло три провода на коммутатор следующих цветов то есть у нас шел желто-зеленый это в данной цепи везде минус то есть желто-зеленые если приходит это обязательно минус потом шел белокрасный вот индуктивного датчика и зелено-черный вот зелено-черный у нас шел от высоковольтной обмотки поскольку я перевел всю эту систему с коммутатора переменного тока на коммутатор постоянного тока нам резко стал нужен плюс то есть плюс я взял от сигнала благо что здесь электроцепь сделана таким образом что сигнал к сигналу провода управляющие идут в том же жгуте в котором идут провода к коммутатору поэтому при включении замка зажигания на сигнале появляется плюс при выключении плюс исчезает это очень хорошо поэтому этот плюс можно использовать в качестве запитывающего для коммутатора что я в принципе сделал то есть от плюсового провода сигнала я запитал коммутатор дальше минус у нас остался минусом хвост индуктивного датчика у нас по-прежнему остался хвостом индуктивного датчика коммутатор 34 на расклиновку всегда можно нагуглить а вот зелено-черный провод у нас теперь переназначен но это сделано только по той причине что мне лень нырять в подвал и подбирать по схемотехнике цвет провода поэтому я использовал зелено-черный тот который раньше был от высоководной катушки я его здесь оставил той же длины потом у основания магистрали отстрих и перенаправил его вот сюда на катушку зажигания минусовой провод для катушки зажигания я использовал от бывшего провода который шел на датчик лентяйки поскольку у нас коммутатор теперь в общем то будет работать без этого датчика поскольку еще и датчик этот крякнул в нем нет никакого смысла поэтому все три провода и отстрихи минусовой оставил этот минусовой провод я подключил сюда то есть фактически сейчас мы получили абсолютно рабочую схему управляется она замком зажигания то есть включаешь заводишь выключаешь все глохнет прекрасно работает что касается реле регулятора этого мопеда то по порядку попытаюсь вам сейчас рассказать какой провод за что отвечает здесь все очень любопытно обстоит у нас здесь идут провода которые в общем-то в жгуте часто любят менять цвет ну к примеру у нас здесь есть такой непонятно розово-морковный цвет то есть вот если на него посмотреть вот вот он он такой то ли розовый то ли морковные то ли терракотовый хрен его поймешь я не знаю для чего так делать а здесь он вообще желтый становится но не суть то есть это к тому чтобы вы были внимательны по поводу того если вам тоже доведется сюда лезть и так по порядку если смотреть на реле регулятор вот в такой позиции то у нас здесь первым проводом желтым это идет провод который на свет на головной то есть у нас здесь в реле регулятор приходит плюс при повороте замка зажигания и при пуске двигателя только при запущенном двигателе здесь появляется плюс 12 вольт и дальше этот провод идет в левую рукоять и там уже все это дело коммутируется там ближний дальний все такое ну по моему даже в правую рукоять но здесь это все переназначено уже давно это так чисто для общего развития чтобы понимали что куда потом пошло в итоге дальше фаза 2 и для себя обозначил это та самая фаза которая один хвост сюда пришел а другой хвост сразу на корпус дальше идет плюс 12 вольт причем не сразу от аккумулятора а через замок зажигания здесь получается что когда вы выключаете замок здесь 12 вольт исчезает в отличие от всей остальной борта сети не знаю для чего так сделано но какая-то цель тут преследуется следующим идет желтый зеленый минус сразу после красно-черного и следующим идет вот этот вот так его там розовый вот это вообще очень занимательный провод и если взять элементарную контрольку сейчас я зацеплю то есть вот мы берем контрольку сюда засовываем и к минусу я сначала не мог понять что это за кино а потом до меня дошло после того как я посмотрел куда этот провод идет включаем замок зажигания угадайте что сейчас происходит то есть это реле постоянно мигает это провод который идет на левый тумблер указателей поворотов то есть она мигает всегда вообще беспрерывно до тех пор пока вы не выключите замок зажигания просто вы элементарно кнопкой подаете напряжение на правый указатель поворота или на левый то есть она не умолкает все время пока вы катаетесь и еще один провод это красно-зеленый это вот та самая сквозная фаза если взять мультиметр кстати где он у меня то есть вот у нас мультиметр мы сейчас сделаем следующее включим его переведем в режим измерения постоянного тока один пин подключим к минусу это у нас как известно желто-зеленый и сюда мы втыкаем и получаем через генератор наши 12 вольт сейчас немножко аккумулятор подсел и мы получаем значение равное почти 12 вольтам то есть фактически здесь какой-то множитель возможно стоит непонятно для чего возможно именно эта фаза используется для зарядки возможно обе фазы используются возьмем аппарат на картон контроль q для наглядности и второй хвост опять же на минус включаем зажигание ничего не происходит но как только я попытаюсь его завести как только вы глушите у вас свет гаснет и скорее всего это напряжение я не могу его померить даже доподлинно переменное но или постоянное не могу ничего по этому поводу сказать по одной простой причине что электро техника здесь создает огромные помехи для того чтобы при таких помехах замерить какое-либо напряжение нужен аналоговый мультиметр которого у меня нету пока я не нашел нормального качественного что касается красно-черного провода про которые говорил вот он здесь у нас находится он стоит сразу с минусовым красно-черный это у нас плюс через который заряжается аккумулятор и самое интересное что при включении включение замка здесь либо появляется плюс 12 вольт либо их нету не знаю зачем они так сделали но так сделано в общем но это так для того чтобы вы понимали что и как работает если вдруг у вас какая-то будет проблема по цепям вы будете уже понимать что возможно у вас отличается вот моей рабочей схемы то есть здесь все нормально в общем почему я сюда полез попытки разобраться это клиент посчитал что у него нету зарядки на самом деле тут вся проблема в том что стоит помпа стоит ксенон и генератор просто напросто не вытягивает и все это дело работает в минус особенно ночью когда еще свет включен и ближний дальний короче говоря все здесь плохо вообще по факту здесь так получается что все прекрасно работает все заряжается если нету лишних скажем так нагрузок цепи так про коммутатор я вам рассказал про катушку тоже сейчас мы это все дело будем обратно сматывать в жгуты я искал как вы понимаете коротыш какой-то которого я не нашел ну фактически у нас коммутатор хондовский идеально работает в отличие от стандартного заводского поэтому придется оставлять схемотехнику таковой сейчас вам продемонстрирую как это все работает причем крутится довольно таки бодро я пытался собрать еще но на базе коммутатора переменного тока хондовского вот так он выглядит как вы уже знаете я его уже много раз показывал тоже достаточно унифицированная вещица которая подходит практически под 90 процентов всяческих моторов где имеется высоковольтная обмотка в генераторе в нашем случае так получилось что опережение зажигания этого коммутатора не подходит двигатели она слишком поздний заводится вообще идеально все работает но на верхах не крутится абсолютно из-за очень позднего искрообразования получается смесь загорается поздно и в общем он троит пердит пропускает чихать в трубу короче все плохо в общем смотрите как работает на коммутаторе постоянного тока немножко затыкается тому виной карбюратор у нас сейчас немножко его стал объединить потому что он работает без фильтрующего элемента который выглядит у нас вот так ну по крайней мере проблема с электрикой у нас решена теперь остается все это систематизировать собрать до кучи и заниматься другими делами и попея с электрикой у нас завершена сейчас кратенько попытаюсь вам на пальцах рассказать что было сделано потому что мы избавились в общем-то от коммутатора от штатного поставили хондовский хондовскую катушку или не хондовскую принципе не существенно важно и расскажу что было изменено тут конечно перелопачено было очень много всего я отказался от высоковольтного провода от катушки потому что он нам теперь уже не нужен у нас стоит коммутатор постоянного тока вместо коммутатора переменного тока мы его прицепили вот сюда потому что как вы знаете тут у него нету никаких ни ушей ничего приходится все время на хомуты колхозить катушка будет жить здесь на петле сигнала звукового и кстати говоря как я уже говорил я от сигнала и взял питание потому что получается что при повороте ключа зажиганием у нас и запитывается по плюсу сигнал сразу то есть на сигнал плюс при включенном зажигании постоянно приходит а когда вы нажимаете на кнопку через минус он у вас сигналит поэтому при повороте ключа запитывается также коммутатор все уже смотрим жгуты все вот эти вот элементы тут этого сталинга так называемого сделаны тоже на разъемах потому что раньше нельзя было это все по-человечески разобрать только методом отстригания проводов теперь у нас везде разъемы этот потом этот так дальше это у нас дух пинового не было трех пиновая поставил , блок розжига ксенона он у нас находится с левой стороны борта ну так вот он прицеплен пускай так уже живет здесь как жил до этого у нас в левой фаре стоит ксенон так уж получилось в общем то попросили его оставить здесь он у нас здесь теперь будет на дальнем свете то есть при включении замка зажигания у нас на постоянку загорается ангельские глазки так называемые указатели поворотов я не знаю какие здесь штатно идут они сюда установили строчки не знаю почему красные кстати за красные у нас могут запросто лишить прав а если они не оранжевые ну ладно это уже не моя забота попросили сделать я сделал то есть у нас это все так вот моргает как вы знаете управляется мигание у нас нашим вот этим вот блоком и блок кстати говоря умный если здесь по сопротивлению на лампах меньше 20 ватт то есть 10 ватт впереди 10 сзади она мигает часто как только у вас порог превышает 20 ватт потребления мощности то она начинает по-человечески моргать поэтому из-за того что здесь у нас диодная строчка она наморка моргает часто но если повесить какую-нибудь небольшую нагрузку начинает моргать по-человечески с нормальным интервалом что-то там раз в секунду лечет такое сейчас она где-то около двух раз в секунду моргает сигнализируя о том что у вас где-то чего-то перегорело но хочется нельзя отказывать в удовольствие дальше как я говорил по старой магистрали я пустил питалова на коммутатор и туда же в общем то пустил все необходимые провода то есть у нас минус плюс индуктивный датчик теперь у нас если раньше свет зажигался только после запуска двигателя у нас получается что через вот этот вот блок опять же при пуске двигателя замыкался там один контакт через желтый провод то есть в этой борт сети желтый провод питает габаритные огни и свет ближний дальний все это было по переменке собрано теперь приходится это все дело питать от постоянной борт сети потому что у нас здесь опять же вот такой вот блочок стоит он от переменки работать не желает и через тумблер вот такого вот плана ближний дальний и также у нас еще здесь типа габаритные огни то есть у нас заняться загорается и основной свет нельзя сделать две разные борт сети через один тумблер без электронщины какой-либо либо всю проводку пришлось бы переколхаживать на постоянный плюс то есть у нас бы все коммутировалось бы через минус тогда бы можно было без электронщины все это дело запитать но в это уже не знаю меня бы на это не хватило потому что и так четыре дня просидел и так теперь включаем зажигание у нас всегда горят ангельские глазки ну типа дыха ушки все такое дальше когда мы включаем тумблер габаритов у нас загорается вот такая лабуда сзади если ее выключить то она не горит это для езды днем потом ну отлично прямо селфи и богу так включаем стоп и у нас еще если нажать у нас загорается вот такой вот стоп-сигнал достаточно медленно загорается потому что у нас аккумулятор уже немножко подуставший несмотря на то что мы его заряжали он у нас подсел потому что мы его тут ксеноном гоняли и все такое теперь что касается головного света то есть мы включили при включении габаритных огней у нас здесь ничего не происходит немножко вздрогнули у нас светодиоды потому что сзади лампы габаритного огня загорелись теперь следующее положение это включение основного света вот у нас загорелся ближний типа вот он а при включении дальнего у нас должен загораться ксенон но сейчас не хочет потому что аккумулятор устал такая вся фигня вот это в принципе все выглядит вроде бы достаточно просто да что тут мол раз-два и готова но учитывая такие моменты как допустим у нас вот этим вот пультом где у него 6 проводов сверху одного цвета а на выходе 6 проводов совершенно другого цвета все это из-за того что вот эти вот ручки не родные это все китай и там уже кто-то до меня тут делал как говорится как мог но делал какой-то моральный урод потому что ну к примеру почему бы не взять и черный то есть зелено-белый не соединить с зелено-белым верху то есть тут с одной бордсети с другой бордсети различные кое-какие как провода по цветам совпадает но это не true поэтому все провода абсолютно перепутанные чтобы понять как это все работает нужно было полностью все косы разматывать и делать для себя какую-то временную схему чтобы понимать что вообще происходит черт возьми потому что реально понять как это работает вообще не представлялось возможным куча колхоза куча перемоток переделок куча всяких элементов вообще непонятных ну например вот эта вот релюшка я схему до конца не изучал для меня не ясно до сих пор что вот это такое возможно это реле стартера а может быть и нет но ладно это все уже лирика сейчас а еще плюс что я упустил у нас до этого где-то здесь есть элемент так это не тот элемент где он у нас вот на станке она нас лежит вот это вот та часть пластика которая стоит вот так ну приблизительно так чтобы вы понимали то есть под правой рукой у нас вот таких вот два тумблера было это тумблер вроде как там ксенона и помпы электро то есть вот она там помпа запряталась до этого но все это дело включалась вот так прям напрямую мимо всего то есть вот у нас здесь такой акустический провод идет прямо от аккумулятора без каких-либо предохранителей то есть накоротка если где-то прислонишься мопед сгорел теперь он переназначен у нас через предохранитель на релюшку война релюшку на сигналку сигналку попросили поставить а сам сама помпа у нас теперь управляется по плюсу от замка зажигания то есть она включается исключительно после поворота замка зажигания все так вот если соединить поворачиваем ключ замки пошел народ по трубам вы понимаете то есть теоретически можно там ее отключить если это не надо можно снять заменить то есть все теперь на разъемах по-человечески здесь разъемы здесь разъем и здесь разъем и по левому борту тоже теперь у нас везде на всех на всех элементах есть нормальные человеческие модульные разъемы все это можно отсоединить подсоединить они как это Это обычно делается наспех, заматывается намертво, и потом мы чешем репу по поводу того, как же все это говно разобрать, чтобы потом собрать воедино. Теперь собираем все это дело воедино и попытаемся еще подстроить карбюраторы. В принципе, повестка дня завершена, не учитывая еще целой кучи мелочевки, о которой даже упоминать нет смысла. Ну, там, к примеру, гайки не хватало на оси. Кому это интересно? Знаете, как врачи говорят, выходя из операционного зала, мы сделали все, что могли. Вот это вот как раз тот случай, когда после пяти дней беготни вокруг этого табурета мы сделали все, что могли. И я бы сказал, что это далеко не самый лучший вариант, который получился, в принципе, потому что могло быть и лучше, но просто мы уже устали. То есть у нас элементарно даже аккумулятор здесь на нем мертвый, мы уже, короче говоря, забили на это дело, поставили автомобильный. Сейчас будем его гонять на диностенде, и это уже финишный аккорд, грубо говоря, показать, что у нас получилось. Про электрику я вам уже показал, и сейчас, в общем-то, демонстрация работы карбюратора, и все. Хорошее. Это у нас сейчас фактические данные, а сейчас мы сравним их с данными, которые у нас были до регулировки карбюратора. Его подбедняло, хотя владелец считает, что его богатило, лило. На самом деле нет. Вот так вот кривая отличалась, и если посмотреть на данные, то можно увидеть, что на диностенде при предыдущих настройках он показывал, ну, грубо говоря, на пол лошади меньше, и крутящий у него был намного скуднее. То есть у нас сейчас все получше, а раньше он чуть-чуть проваливался. Ну и ради, так сказать, сравнить, мы сейчас прикрепим файл метаморфозы. То есть вот пунктир, вот этот верхний, это у нас файл метаморфозы. То есть, ну, метаморфоза его, конечно, сделает. И по крутящему, и по максималке, я думаю, потому что у него там, конечно, все повеселее. Ну, это так, для сравнения исключительно. Все на сегодня. Намучились мы с ним порядком, конечно. Редкий случай, когда не все так гладко, как хотелось бы. Обязательно подписывайтесь, оценивайте, расскажите друзьям про то, что вы здесь видели, потому что техника действительно экстравагантная во всех смыслах, хотя, честно признаться, любить ее не за что. С вами был Евгений Матвеев, это была мастерская «Питстоп». Всем привет и субтитры. На датчиках КБС, у нас уже, по идее, одинаковое сопротивление должно быть у всех? Ебу я, что ли. Вот ты, блядь, автомобилиста нашел. Блин, да что такое? Кто так закручивает? Сука, нахуй так закручивать карбюратор? Ебаный в сраку, блядь. Как будто это, блядь, несущая часть самолета. Ебаный торец. Та я хуею, блядь. Вот у кого-то дури, блядь, в руках. Пиздец. Никогда не затягивайте так сильно поплавок. Нафига его затягивать? Мне вот это вообще убивает просто. Такое ощущение, как будто каждый болт должен затянут быть так, чтобы вот еще чуть-чуть и он или лопнет, или резьба вытащится. Карбюратор это высокоточный прибор. Какого хера, блядь? Ебать, блядь. Вот бы как уебать кому-то молотком по рукам за такую затяжку, а? Заебись. Ну, че, блядь. Просто заебись, нафиг. Нахуй вот эта ебанина здесь нужна. Нет, спасибо. Ай, блядский хайпер. И, че там еще? Ну, а, катушку я. Саш, блядь, ну дай мне рассказать, ёб твою мать. Ну, что ты как этот самый, пиздец, ходячий. Вот тебе похуй вообще, чем я тут занимаюсь. Вы кто такие? Да, идите нахуй. А шланг если вытащить, че будет? Будет пахнуть плохо здесь. Говорит, не снимай меня, а то я тебя по АП забаню. Ну, че за слово забанить? Забанить? Это значит заблокировать. Темный ты человек. А слово топор, знаешь, что такое? Топор? Тупая, прикинь, оказывается. Чего? Топор? Слово топор. Да ты топор, блядь. Да ты тупор. А, ладно. А слово, блядь? А слово ТП, блядь? Тупая пизда. Тупая пизда. Да уж сейчас пиздец. Вот так Америку открыл. Тупая пизда. Субтитры сделал DimaTorzok